Эй, всем привет! Сегодня я один. Саша убежал, но обещал вернуться. Сегодня у нас очередной раз мы будем говорить о ОНО, о Лоре, о знаниях, о легендах, о истории ОНО. И, конечно же, сегодня мы попытаемся чуть разобраться, что мы будем делать во второй компании, как мы будем это все делать, как мы это будем все менять, где мы будем играть, какие мы правила будем использовать и все такое. Это очень-очень важно для нас. Перед тем, ребята, перед тем, как я начну вообще тут все объяснять, кто только пришел или попал на это видео случайно, все эти видео сделаны для того, чтобы объяснить людям, которые не смотрели, может, первую компанию или вообще не понимают, что это за сеттинг, чтобы чуть-чуть понять, что вообще это такое, где происходит событие. 22-го через неделю у нас будет старт компании, старт компании по миру ОНО. Это наша будет вторая компания. Вторая компания не означает, что это продолжение, это означает, что это отдельная история, отдельная история через 200 лет после предыдущей. И это, конечно же, будет абсолютно новые герои. Так что 22-го через неделю ровно, ровно через неделю в 8 вечера мы всех ждем с новыми героями, с новыми историями. Сегодня формат будет чуть-чуть другой, потому что Саши нету, мы обычно делаем такие вопросики и ответики, как ученик и мастер. Но из-за того, что его нету, вы можете сегодня задавать больше вопросов, я буду следить больше за чатом. И мы будем обсуждать некоторые вещи, может, вам интересно, как проходил креативный процесс, как мы готовились, может, к самой компании. Больше фритокса, чем и меньше Энора, Лора просто такого прям хардкорного. Давайте я быстренько тогда открою себе чатик. Так, все, отлично. И я начну с самого начала. Давайте мы, пожалуй, поговорим о местностях сначала сегодня. Потом мы будем говорить, наверное, о правилах, которые мы будем использовать на нашей компании. То есть, какие мы правила меняем в ДНД. Мы играем по ДНД 5-й редакции. Какие мы правила, может, меняем. Потом мы поговорим о особенных вещах, как так называемые знамения или плохие и хорошие знамения. Это тоже целая система, которую мы пробовали еще с прошлого сезона как-то начать. Но сейчас мы уже, она будет полностью функциональная, надеемся, по ходу игры. И надеюсь, что мы чуть-чуть поговорим сегодня о классе, который специально готовился под этот сеттинг. Он не сеттингозависимый, наверное. Хоть чуть-чуть он передает, он будет связанный сильно с новой механикой, с этими знамениями. Окей. Так, давайте начнем с самого начала. И будем смотреть по трем королевствам. Или так называемый союз ханидов. Это местность, где будет происходить вся история. Союз ханидов — это три королевства, которые вступили в союз. Или три хана, или ханидов. И мы быстренько пройдемся сквозь эти три королевства, чтобы мы поняли, какой флейвор у них, что происходит в этих королевствах, как люди там живут и что происходит. С прошлого лора, если вы помните, мы говорили о такой касте или такой группе людей, которые появились за последние 200 лет. Это так называемые нарекатели. И которые выдавали истинное имя после того, как множество, даже не множество, наверное, все, все на континенте НО потеряли свои истинные имена. Они пришли как спасители. Ну вот нарекатели, они, собственно, родом, самый главный их, не знаю даже, мы его, наверное, будем называть все-таки пророком. Пророк Грар, тот, который видел сон, тот, который обосновал этот культ, потом который разросся в целое религиозное движение. Он был, собственно, с королевства Брал. Брал у нас будет королевство, которое обосновалось на том, что они, наверное, их политика всю дорогу было в этих землях. Это больше они, наверное, опирались на золотые солнца. То есть у нас в нашей нашей новой компании будет следующая валюта. У нас будут песочные монеты, лунники, солнце и белая монета. Эквавалент, я думаю, сейчас в нее не важен, какая именно экономика, но именно солнечные монеты играют большую роль в экономике Брале. И Брал был все последние 300 лет. Брал всегда был, наверное, из первых, кто пробовал делать разные торговые махинации. И они были первые, которые смогли перелететь через ущелье Снов и сделать первый, так скажем, торговый караван в Султанат Марака. Если кто-то смотрел в прошлый раз нашу компанию, Султанат Марака — это такое диктаторское, ксенофобное государство, где живут маракийцы, это серокожие, высокие гуманоиды. И Брал из-за того, что смог открыть такой торговый путь экзотичный, начал превозмогать в трех королевствах. И золото, и солнце палилось рекой. Брал у нас будет обоснователем этого союза бральский архон, он тот, который объединил эти три королевства. То есть Брал — это будет классическое торговое государство, где архон правит, и торговля, и торговая гильдия — это номер один в их привилегиях. Кроме того, в Брале будет больше всего обоснованные, уже, наверное, они больше всего вжились нарекатели. Они прям, их город Ак-Джин, или их главный святой город, который и в трех королевствах станет центром, как бы политический центр. А Ак-Джин прям в Брале и находится. То есть нарекатели, их религия, их религия истинных имен, Грал и сам пророк, они в бральском верово, в Брале, в королевстве Брала, наверное, будет меньше всего староверов. Те, которые верят еще в Мулунгура, могут еще верить, может, в Шамаса, в Солнечный диск, или в Ману, в Лунного брата. Брал будет вот этот вот, наверное, если мы возьмем фэнтезийные какие-то тропы, Брал будет центр цивилизации, это тот, который осуждает старые решения, старые правила, наиболее прогрессивное. Брал, после Брала есть... В Брале живут люди, и очень много живут так называемых слабокровных худулинов. Мы на прошлом эфире говорили чуть о худулинах. Худулины — это у нас степной народ с фейской кровью, скажем так, чтобы по-быстрому. Можете посмотреть в предыдущем выпуске. И слабокровные худулины — это те, которые не смогли обосновать свою кровь на степи. Я сейчас объясню, о чем я говорю. О том, что их семья или клан не смогла удержать никак, и они не стали ни худулинами ветра, и им пришлось просто осесть в городах. Есть такие их очень сильно худулины, вообще общество худулинов достаточно не презирает, низкого мнения о них. И слабокровные худулины, они как бы иногда бывают такие связные между степным народом и людьми больших городов. То есть люди и слабокровные худулины — это, наверное, большинство обитателей Брала, самого королевства. Брала, как и все три королевства, они соединяются около одного большого озера. И на прошлом эфире мы, по-моему, говорили уже чуть-чуть о родине хурхонов, о родине худулинов, хурхон. Это хурхон разделен на две части. Северный хурхон, он более холмистый, горный, в отличие южного, который — это пустошь, выгоревшая степь, и иногда время от времени дюнные пески. Хурхон сам по себе, как мы в прошлый раз и обсуждали, он никогда не имел одного центрального какого-то правительства. До тех пор, как за последние 50 лет одна семья не объединила все земли хурхонов, и лишь одна кровь начала властвовать в хурхоне. В хурхоне лишь есть один большой город, который служит как торговый город, Акрибак. В нем обитают не больше, чем 5000 существ обычно, но когда приходит торговый месяц Ману, город начинает выстраиваться, юртовый город огромный, до 50 тысяч. То есть я думаю, что мы на культуру худолинов не будем заходить так много, как мы в прошлый раз обсудили очень много о них. Хурхон это будет земли худолинов. Самое главное, что для нашего сеттинга в данный момент, это в хурхоне находится стратегическая локация под названием Мефрасовые врата. Мефрасовые врата это уходящие врата, в прямом смысле стена, которая ограждает три королевства от неизведанных южных земель. А через эти врата уходят лишь несколько смельцов, героев, торговцев, которые возвращаются с невероятными предметами и собственным Мефрасом, самим магическим камнем, который служит для того, чтобы ковать белую монету. Белая монета у нас по эквиваленту нашей экономики, она стоит 100 сонс, стоит, чтобы купить одну белую монету, то есть сделанная из самого Мефраса. Почему оно важно? Потому что отсюда эти врата, кто их контролирует, они могут, понятно, что брать налоги, налоги это знают деньги, деньги это значит власть, как и во всех других местах. То есть Мефрасовые ворота, и Мефрасовый путь, как он будет у нас называться, он будет проходить сквозь все три королевства, и каждый в этом сеттинге попробует взять, отыметь какую-то часть этого пути, начиная от разбойников, которые грабят караваны, от людей, которые пробуют контролировать какие-то части, или которые пробуют сделать этот путь быстрее через какие-то болота, через горы, договорившись с какими-то обитателями, через магические какие-то предметы, что их ускоряет довести какие-то предметы быстрее. То есть жила экономики в данный момент в трех королевствах – это сам Мефрасовый путь. Мефрасовый путь уходит через три королевства наверх, на север, к вету, уходя наверх через аджаидские земли, аж до самого севера, там, где находится в нашей первой компании торговый город Паракар. Там и заканчивается Мефрасовый путь. Ну, собственно, у нас есть еще третий. В Хурхоне, я думаю, что очевидно, что люди, то есть существа, которые обитают в Хурхоне – это худулины, очень много удришей находится там, которые занимаются торговлей, собственно, в Хурхоне, и которые очень сильно осели на этой части Мефрасового торгового пути. И я так буду их называть, мы их потом, я думаю, в игре будем больше обозревать. Это так называемые «жители пустыни», начиная от поселков ящер людей до чужеземцев, которые когда-то перебрались с южных земель и осели в пустошах Хурхона. И я думаю, что мы позже о них чуть-чуть поговорим. И в игре, собственно, в компании мы можем их, я думаю, чуть больше переживать и почувствовать их вкус. Последнее «Королевство третье», которое не менее важное в нашем сеттинге – это, конечно, «Дангун». «Дангун» – это, как я ребятам писал сейчас недавно в брифе, я, кстати, думаю, что этот бриф, как мы на следующей неделе сыграем нашу первую игру, я где-то в нашем дискорде поделюсь им. Это просто такое вот было в письменном виде описание банальное, чтобы люди, которые начинают играть только недавно в этот сеттинг, чтобы они могли понять, что к чему. И про «Дангун» я написал очень просто. Это «Королевство гор и башен». То есть надо представить, что это реально местность, в которой очень много гор, холмистая, нету таких мест, где можно каким-то сельскохозяйством классическим заниматься. «Дангун» – это то место, где старые деньги хранятся в Трех Королевствах, там, где самые богатые семьи обитают. При объединении даже этих королевств Архон был вынужден полностью договориться с самыми богатыми семьями «Дангуна», для того, чтобы получить их поддержку и, собственно, их деньги и кредиты, для того, чтобы объединить это все. «Дангун», он интересен в том, что он из-за того, что далеко в горах находится само королевство, их главный город, всю дорогу они питались, ну то есть откуда у них были деньги, это шахты, которые они извлекали, солнечные монеты. И самое главное, что у них была скрытая, или как-то не скрытая даже секретная технология так называемых шелковых мышей, с которых они извлекали шелк, изумрудный шелк, который шел как четвертая валюта, то есть пятая валюта в нашем сеттинге, то есть узел шелка – это тоже достаточно большие деньги. И недавно, только лет 50 назад в нашем сеттинге этот секрет вышел за рамки «Дангуна». И, собственно, из-за этого, из-за того, что шахты постепенно начинают пустить, «Дангунская экономика» начала постепенно, медленно падать, из-за того некоторые «Дангунские семьи» начали задумываться и чесать голову, что как существовать, если уже нет в рамках королевства каких-то возможностей. А в «Дангуне» почитаются более традиционные правила. «Дангун» – это не староверы, это консерваторы. Это те, которые верят в поставленное правило, те, которые верят в военную дисциплину. Это те, которые будут до конца сопротивляться какой-то новизне, которая, может, будет веять с Браула. Как у меня в брифе было написано, в «Дангуне» уже как сто лет ходят нарекатели, но все равно где-то в каких-то закоулках, в тишине городов иногда слышно молитвы старым богам или духам, которые обитают в горах. И в «Дангуне» интересная такая штука еще будет, которую мы тоже будем, я думаю, очень много эксплорить. Это то, что, конечно же, в «Дангуне», кроме людей, обитает куча аджаидских дворфов. 200 лет назад, после завершения прошлой нашей кампании, в аджаидских землях или в аджаидском дюновом царстве произошло что-то, из-за чего очень много аджаидов начали мигрировать на юг. И вот тут вот мы сможем увидеть наших любимых посыльщиков дворфов намного больше в «Дангуне». И кроме того, в «Дангуне» мракоглазы или безымянные, как их бы там ни называли, являются достаточно большой частью популяции, что где-то 5% по сравнению с остальными городами, где их просто презирают, убивают и не ценят как люди. В «Дангуне» к ним относятся как-то более либерально. Это все связано с тем, что сама королевская семья, которая является лишь, конечно, символично королевской, как настоящие как-то повелители этого королевства, являются деньги. Но они относятся как-то более дружелюбно к ним, с любопытством, может. И я думаю, что мы об этом поговорим, конечно же, в игре, почему и как. Собственно, вот эти вот у нас три королевства. Для геймдизайна, если кто-то смотрит, это супер... Ну, если кто-то хочет там строить свое какое-то королевство или какой-то сеттинг, очень просто на самом деле. Брал — это деньги. Брал — это торговля и новизна. «Дангун» — это деньги, деньги и консерваторы. А «Хурхон» — это непоколебимая какая-то естественная сила, которая исходит из кочевничковских народов. Так что вот такие вот у нас три королевства. Вот тут мы будем играть. Чем занимаются, собственно, приключенцы в этих трех королевствах? Я тоже это писал, ребят, в брифе. Первое — это, конечно же, жило, существование этого королевства — это мифрасовый путь, по нему куча есть работы. Из-за того, что заключили только недавно союз ханидов, повсюду есть еще вспышки насилия. О чем я? Например, бывает такое, что где-то маленькое, как-то даже самособранное войско выходит и грабит где-то какие-то поселки, прямо на границе. Из-за этого наемники до сих пор абсолютно могут быть как-то в... могут найти себе фрилансовую работу без никаких проблем на одной или на другой стороне. Кроме того, у нас есть одна местность, я думаю, надеюсь, когда карта уже будет, чтобы мы не запутывали всех. Есть еще одна местность, так называемая Дельта-Бьора. Это самая большая речка, и ее до сих пор никто не покорил, как в землях болотных и в горах живут, или кто-то обитает, кто постоянно выгоняет людей оттуда. И во всем ханиде ходят легенды о том, что же там. И образовался маленький поселок в самой Дельте-Бьора, прямо возле озера, не уходя далеко в болото, городок, в котором собираются самые безумные, отважные герои, приключенцы, которые пробуют, в принципе, заходить в эти болота, искать там что-то, находить, может, какие-то секреты. И, конечно же, есть у нас за мифрасовыми воротами очень-очень интересная местность, которой никто еще не был, там куча разного будет, что я не буду открывать сейчас для нас интересного и привлекательного для героев. Кроме того, есть еще один очень важный факт. Почему? Откуда будут тут марокийцы, да? Марокийцы — это, еще раз говорю, раса марокийского султаната. Она далеко-далеко на севере, аж на другой части этой подковы. То есть мы, если вот так вот берем, это такая вот подкова у нас, континент. На другой части подковы. Ходят слухи на мифрасовых воротах, что и больше, и больше с юга появляются марокийцы. Ходят слухи, что они обосновались на этой части континента как-то. Где? Пока что непонятно. И это будет одно из вещей, одна штука, которая будет тоже очень важна для политической ситуации наших трех королевств. Окей, ладно. Все, моя лекция закончена. А что, 40 минут? Вот это вот все, в принципе, что нужно знать про Три Королевства, если прям вот так вот в лор заходить. Ребят, если есть у кого-то какие-то вопросы прям по Трем Королевствам, задавайте их сейчас. Я по ним отвечу. А пока что я перейду на следующую вещь. Это рабочее название «Шаман». Я все думаю, что как его может по-другому называть, но может он все-таки будет «Шаман». Карта. Ее можно посмотреть? Карты нету, Вова. В этой части региона мы не сделали еще карту, как мы лентяи, видимо. Славянские мотивы или намеки будут в Аноа? Абускот. Я живу в Закарпатье. Славянских мотивов у меня очень много. Но в славянских мотивах, ты не поверишь, очень много татаро-монгольских мотивов, которые мы считаем славянскими. Не будем в это заходить. Абсолютно вы найдете такое, что общее, культурное, не знаю, славянское. Вы, я думаю, найдете что-нибудь в Аноа. Окей. Интересно узнать, какого масштаба Аноа по сравнению с континентом Земли. Окей. Аноа — это весь континент, который был расколотый. Мы играем сейчас на осколке Доскар. Доскар, я думаю, где-то как половина Европы. Не больше. Это небольшая местность. Так, вопрос от Тифиона. Вопрос. Что сподвигло королевство объединиться в союз? Отлично. У королевств было 20 лет назад, до того, как мы начинаем, была так называемая война трех лун. Когда зашло все слишком далеко. Когда худулины начали сжигать города. Когда браловские наемники начали заходить в юртовые лагеря худулинов. Когда Дангун решил, что это время, когда завоевать. Все пошло абсолютно не так. И во время хаоса Архон смог сделать бизнес-предложение. Очередное Дангунской знати. И Дангунская знать согласилась, дала деньги. И Архон смог нанять наемников. Наемников из южных земель. Даже не началось никакое кровопролитие, как самый главный из крови худулина в Хурхоне понял, что это бесполезно. И они решили, вместо того, чтобы пролить кровь, соединиться в союз. В такой, гибкий, скажем так. Про это мы будем еще много-много говорить. Так, где и когда можно будет найти систему знамений? Амачор Вадим спрашивает. Мы про знамения сегодня поговорим. Где-то через минут 10. Я думаю, что после первого стрима или первых двух стримов мы выставим у нас на сайте систему знамений. И вы сможете это сделать. Dark Sky TV. Читал ли ты книгу «Имя ветра»? Чувствую, что брал вдохновение оттуда об именах. «Имя ветра» от Патрика Руфуса. Читал я. И читал я Робин Хобба. И читал я Библию. И много других книг, где говорятся о именах. «Имя» — это достаточно обширное понятие. И «имя» с большой буквы еще большее. Начиная с шумерских легенд, где являлось настоящее имя владением над другим персонажем или демоном. Это ничего не новизна. Это старый фольклор. Фольклор бывает во всех легендах, во многих легендах, скажем так, от Филиппин до Северной Америки. У нас будет тут новое пережевывание этой темы интересной. Что же является все-таки имя? «Как тогда их видели на континенте, если их не должны были через ворота?» Так, я не понял вопрос этот. То есть, оно — это как Пандора доисторическая. А что случилось с ней, что ее перекорежило? «Китмос, привет. Если ты посмотришь первую часть лора, там как раз говорится о том, почему у нас все сломано и почему это расколотый континент одного. Так, извините, я читаю. «Агрегейт пишет очень длинные вопросы. Новая компания будет больше о людях, как о Севере Оно, например, или продолжится эпик с тезью старых сезонов?» «Агрегейт. Мы играем, то есть каждый человек может этот сеттинг как угодно интерпретировать и как вам удобно. Мы играем в героическое фэнтези, это, то есть, это НО, она всегда и была героическое фэнтези, эпик в нем уместный, с перемешкой дарк-фэнтези и каких-то, может, более человеческих чувств. Да, это героическое фэнтези, все это будет. Абу Скотт. «Герои начнут с первого уровня?» Да, все верно, они будут с первого уровня и, может, на первой игре умрут и сразу. «Давно ли появились королевства или после вестников?» Королевства, мы их называем тут, конечно, достаточно в скобках королевства, это три земли или, ну, скажем, три королевства. Все, как Хурхон, вообще не являлся, так как земля была. Наверное, Дангун является самым старым королевством. И он уже был реально какое-то время, наверное, лет сто-двести перед вестниками Дангун уже был. Яжики, два года подписки, я тебе поздравляю, это суперкруто. Это реально уже так давно все прошло. Так, вижу, Пиксид спрашивает. «Основной религия ясна. Вопрос такой. Имеет ли какую-либо известность R или какие-то влияния?» Я постараюсь не спорить тем, кто не досмотрел. Я думаю, что мы будем эксплорировать R в этой игре. Может, будет какое-то давление. Кто его знает. Да, все правильно, я понял вопрос. Там на юге континента был перекрыт вратами, кажется, удришей. И за вратами выходить появились марокийцы, верно? А когда заходили торговые караваны через врата, да, иногда появились марокийцы на юге. Не на севере, где их континент, собственно, и лежит. Так. Новые расы есть. Да, новые расы будут, Фингос. И, конечно, будет куча существ, как и в прошлом сезоне. Не в прошлом сезоне, а в прошлой кампании. Я надеюсь, что в этот раз я буду более тщательный и буду их выставлять, как я очень ленив. Окей. Имбин спрашивает. Небольшой вопросик. Континент разорвало. Теперь он выглядит, как несколько континентов и островов, которые разделены морем. Окей. Нет. Я тебе скажу, как это выглядит. Это выглядит, как расколотые куски, которые вращаются в пустоте, в темноте. Моря их не соединяют. Это не катаклизма, как мы в классике и физике пробуем это как-то себе соединить. Это не взорвался вулкан посередине, и два континента разошлось. Это чертовой маме все разлетелось на куски, и только вот такие вот осколки, расколотые, осколки летают. Мы говорили о том, что, например, под доскаром находится второй, второй осколок, Валь Элор, или осколок тьмы. Он прямо над доскаром, и он заслоняет, доскар ему заслоняет солнце. Так. Виталий, как вообще лучше всего водить восточные миры? На чем делать акцент? Это точно такой же вопрос, если бы я спросил, а как водить западные миры? Западные миры и точно так же, как и восточные миры, очень-очень сильно отличаются. Делай акцент на том, что тебе нравится в них. Нравится тебе нордическая культура? Делай акцент на нем. Нравится тебе французская ренессанская культура? Делай на нем. Нравятся тебе рыцари, не знаю, рыцари Англии и христовые походы? Делай акцент на нем. Хочешь делать на викингах или на каких-то славянских варягах акцент? Делай на них. Вот так. Так. Так, новые круги друидов будут, и что вообще творится с друидами в мире? Ну, так, я не знаю пока что, будут ли новые круги. С ними все хорошо, они точно так же обитают, как и в остальных местах. Ребята на игре представлены героями собственными, с классами, с ДНД пятой редакции или по вашей книге? У нас нет никакой книги, мы играем по ДНД пятой редакции, только иногда со своими вариациями. Окей, Сингрил Стропони. Очень классный ник, молодец. А море есть? Можно упасть с края? Я думаю, что кто-то из ребят ответит на это в чате, кто в курсе дел. Да, можно упасть и очень сильно удариться. Так, давайте дальше будем идти, я вижу, вопросы уже закончились по этой теме. Мы будем говорить про шамана, или то есть про класс, который я сделал, и мы будем с ним играть. Это будет класс, специально сделанный под НО. Я быстренько объясню, что это будет за класс, чтобы все поняли. И после первой же игры я выставлю первые пять уровня класса, что это такое. Шаман, или у нас уже разные варианты есть на певец и разные странные названия. Шаман, это будет класс, который является кастером-танком, или... Сейчас будут такие технические штуки, которые для тех людей, которые играют в ДНД, будут более приемливые. Шаман будет играть через интеллект и силу. Интеллект его будет позволять понимать структуру духов, то есть менять силу, менять дух в разных предметах. Дух у нас будет концепт, как дух у шаманов будет то, что все воодушевленное, даже камень, вода и все остальное. То есть они смогут менять, как эти элементы лежат, воздействуют, не знаю, как река в какую сторону течет и все остальное. И второе, что это будет их интеллект. Они будут это делать через напевы. Напев это будет у нас новый скилл. Напев будет пользоваться с системой очень простой. У тебя будет х количество напевов на уровень, и у тебя будет х количество напевных пунктов. Это очень похоже, как используют колдун, по-русски перевели, варлок, используют как свои, сколько он знает, заклинаний, и как у монаха есть пункты ки. То есть это мы замиксовали. И это будет одна часть шамана. Шаман будет использовать вот эти вот навыки для того, через свой интеллект. А второй его, или я думаю, что это будет самая, какая-то базовая функция шамана, это так называемая одержимость. Или одержимость, я не знаю еще, как это перевести. Одержимость духами, да, то есть он будет призывать духов, и они будут вселяться в него. Это будет использоваться через силу, для того, чтобы силой удержать духа внутри. Сейчас могут люди мне написать, о, это надо было через мудрость делать. Но мы это представляем, как в самых третисортных хоррорах, когда кто-то одержим, и он прям ворочится, у него рука выворачивается. То есть сила, собственно, нужна для того, чтобы шаман смог удержать духов. Что будут духи давать? Духи будут чуть-чуть по-другому функционировать, чем друиды. Друиды, которые превращались прямо в существо. Духи с уровнем и с развитием самого шамана, духи будут давать разные навыки или бусты самому персонажу. То есть, когда вселяется дух, я сейчас вот вспомню, по-моему, на самом базовом уровне у нас есть дух камня, который вселяется в персонажа, он получает 10 временных хитпоинтов, у него класс доспеха поднимается на плюс 2, и, по-моему, у него добавляется еще один К6 или К4, точно не помню, урона силовым полем. То есть это такая трансформация, которая происходит. Чем выше уровень шамана, тем сильнее дух его может в себя призывать, и тем сильнее риск того, что дух овладеет самим шаманом, что будет тоже интересно наблюдать над этим в игре. Кроме того, сами духи и напевы будут разделены на три категории, на три категории, которых выбирая мудрые, которые точно так же, как по уровню можно будет выбрать из списка, шаман сможет выбирать себе из трех категорий разные вещи. И самое главное, что будет у нас, это что солнце, это первая категория будет, второе это луна, и третье, конечно же, у нас будет это бездна или тьма. Что интересно в этом всем, это когда шаман сможет выбирать вот эти вот три категории, он точно так же может специализироваться. То есть он может больше призывать специализироваться на духов солнца, на духов луны или на духов бездны. Точно так же он сможет больше специализироваться на напевы одной или второй или третьей категории. То есть шаман вот такой вот будет, я бы сказал, не полностью полноценный кастер, ну и не полноценный воин. Много интересных, особенных вещей, которые шаману я лично добавил, чего мне не хватало в ДНД, это, конечно же, бафы. Сейчас многие могут подумать, что это не так, есть много бафов. Но на самом деле нифига нету такого каста, ой, класса в ДНД, который просто бафер, который может усилять своих друзей или дебафить, или какие-то как-то минусы ставить на противников. Прям вот, чтобы был выбор, чтобы это не было, что у нас есть, как-то, проклятие и благословение. Два скилла, которые два, мне кажется, которые постоянно юзаются в ДНД, постоянно. Вот такой вот у нас шаман. Так, вангун, кто будет шаманом? Или Саша, или Даша? Саша, Даша. Так, надеюсь, Виталик заставит их петь, чтобы юзать духов, обязательно. Напевы это уже будут записаны. Главная арка о том, чтобы стать шаманом-королем, я очень сильно и долго думал, для того, чтобы не сделать так, чтобы это было шаманом-королем. Я видел этот мультик в детстве когда-то, или не в детстве, я не знаю, когда-то я его видел, ну, только несколько серий. У нас шаманы будут больше приближенные к, конечно же, к центрально-азиатским, или к, как они там, Чобо, или как они назывались? Чамбаны. К чамбанам и бакшам. Такие вот, можете загуглить, кто это такие, те, которые больше спиритуалистки. Так, окей. Так, окей, по шаману есть какие-то вопросы? Бубны будут, если человек, который будет играть за шамана и захочет играть с бубном, ради бога. Так, как же кавалеристы? Так, он какой-то неполноценный, пассивный. Я не понял про кавалериста вопрос. Так, ладно. Если про духи шаманов и ки монахов как-то связаны, это же самое с разными именами или разные вещи? Это тоже самое или разные? Окей, хороший вопрос. Как я вижу ки монахов? Ки монахов видит жизненную энергию, да, или жизненная энергия, которая обитает в человеке. Ки или Чи, да, как бы его называли. А вот духи, духи шаманов или очки напевов, да, шамана, что это, как мы можем его интерпретировать, да, или шамана, откуда он берет свою силу первым же делом? Окей, шаман первым же делом из-за того, что мы пробуем прокачать интеллект, да, шаман начинает понимать базовую структуру мира. Он понимает, как строится камень, как переплетает дух, да, то есть сам дух оживленного камня. В отличие монаха, монах не видит в неживом, да, что-то, я, ну, по крайней мере, в ИНО монахи ки не видят в камне, да, это совсем другое, чуть-чуть другая штука. Ки — это жизненная энергия, которую мы, по крайней мере, в первой кампании так интерпретировали. А второе из-за того, что шаман имеет какой-то, шаман имеет связь не только с духами, которые обитают тут, а духами, которые обитают в оболочке между миром и миром иным, да. В шаман, который сбирается на аксисмунди или на дерево мира, да, у шамана даже будет такой напев, напев аксисмунди или дерево жизни, когда он подымается и пробует услышать, кто же обитает между мирами. То есть духи — это будет что-то такое. Хоть вполне возможно, что если у нас будет монах, который будет играть, он как-то сможет использовать свой ки, чтобы обнаружить духов, ну, духов, наверное, тех, которые жили до того, ну, не духов, каких-то концептов просто. Шаманы NPC распространены в НО, и социальное положение шаманов интересно? Отличный вопрос. Шаманы, как и во многих в НО, шаман является не кастовым существом. Он считается ни женщиной, ни мужчиной, он или она. Он является шаманом или шаманом. Шаман рождается. Шаманом ты не стаешь. Шаман, когда появляется в семье или в каком-то обществе, появляется знамение для того, чтобы стать шаманом. Мы будем об этом говорить много, что, например, в Брале, где уже меньше обращают внимание на знамения сами, да, люди, многие люди никогда не понимают, что у них есть призыв к духам. И в Брале, например, будет намного больше сумасшедших, которые никогда не смогли покорить свою силу и никогда не могли понять, что у них происходит, потому что никто им не показал, что же происходит с ними вместе. И, конечно же, нарекатели к этим людям будут относиться достаточно невежливо. Так, социальное положение интересно. Во многих, скажем, кланах у маракийцев, у удришей, у худулинов и у людей, которые еще практикуют шаманские обряды, совсем будут чуть-чуть другие отношения к шаманам. Например, у маракийцев лишь один может быть шаман на одну семью, а второй шаман — это абсолютное проклятие. Дух может взять под контроль шамана? Да, как я и говорил в своем описании, чем сильнее дух, тем больше вероятнее, что дух сможет взять контроль над шаманом, и это будет часть игромеханики. Так, Рейнбоу Боу спрашивает что-то. Конструкты — это одушевленные предметы? Если так, значит ли, что шаман сможет управлять ими? Как я и говорил, шаман может управлять неживыми вещами. Например, как камнем. Этот вопрос должен был быть, наверное, про монахов, которые могли бы... Это конструкт абсолютно. В конструкте что-то обитает. Объяснять, как узлы магии включены в конструкт. Является ли это магия духа, или является это просто магическая энергия? Увидим, когда встретимся с конструктом. Это подлежит интерпретации для ГМ. Насколько лояльно относятся к шаманам? Вов, как я и говорил, в разных культурах и в разных королевствах будут по-разному относиться. Среди худулинов будет очень много людей, которые очень сильно их уважают. Ну и в то же время будет куча людей из худулинов, которые более прогрессивные, которые будут презирать старые традиции вокруг шаманов. А как работают знамения и жизнь шаманов? Окей, мы про знамения сейчас будем говорить, как только мы закончим с вопросами. Окей, знамения. Давайте будем смотреть, что это такое. Есть, конечно, память предков. Ово, или большие конструкты, которые делают разным духом, конечно же, и предкам. Так. Я вижу тут вопрос. Как тебе версия шамана, которая использует силу опыта духов, предков, чтобы сражаться с ближним и дальним бою? Как я и говорил, каждый дух будет давать шаману особенную свою силу. И, исходя это из опыта, из элемента, из силы духа, как угодно вам интерпретирует. Так. Окей, знамения, или мы про них очень много говорим, и очень много уже парились про них. И мы вернемся к шаману, который будет иметь отношение к этому. Окей. ДНД и знамения. Что такое знамения? Как ими пользоваться? Ну, честно говоря, я еще и сам не очень понимаю это. Ну, я попробую объяснить это на практике. Как знамения работают? Знамения будут работать следующим образом. Каждая игровая сессия начинается с тем, что кто-то ролит на знамения. Что это означает? Мы китаем Д20, и выпадает какое-то число, и я вынимаю карточку знамения. Я ГМ. Я держу знамения. На знамении может быть следующее. На знамении на карточке может быть три разных знака или два. Какие знаки могут быть там? Как у шамана? Солнце, луна или бездна. Что это означает? У этой карточки тогда, если у нас, скажем, просто для упрощения, у нас может быть солнце и луна. Это означает, что у нас может быть хорошая сторона или темная сторона этого знамения. Если я, например, сейчас я открою, у меня есть тут очень простой пример одного знамения. Я вытянул это знамение. Я смотрю, как ГМ, что это такое. Оно не происходит сразу в ту же секунду. Потому что это глупо. То есть, знамение не может произойти где угодно, когда угодно. Но ты, как ГМ, ждешь того момента, пока оно может реально произойти. Может, оно прямо в тот момент уместно. Может, вы это видите, не знаю, во сне. Без разницы. Ты ждешь. Когда ты ГМ, как ГМ, готов, ты читаешь, что это за знамение. Например, у нас знамение выпало. Если это солнечная сторона, я вам объясню, как это будет работать. Солнечная или лунная сторона. Солнечная сторона. Что происходит? Койот движется на север. Все. Это знамение. Для игроков что это будет означать? Ничего абсолютно. Ну, что ты, как ГМ, будешь знать? На карточке будет написано, что это тот, который заблудился. Что это будет делать? Это делает на всю игровую сессию. Пока нету нового знамения, этот эффект будет действовать на всю игру. Что это делает? У вас выживание и анализ все делают с помехой, пока это знамение идет. Будет прописано каждому знамению маленькая легенда, почему это знамение, как древние вычислили это знамение, и какая история. Говорят, что среди удришей есть легенда, что один глупец когда-то поглядел в зеркало в пустыне. Он пропал и превратился в койота. Из-за того он бесконечно блуждал по великим пустошам с севера. То есть такая маленькая легенда есть, связана с этим. Игроки, как ГМ, у вас есть две версии, как вы можете использовать знамение. Это будет в рекомендациях. Первое, это вы не говорите вообще, что это происходит. И только когда при моменте бросков кубиков вы тогда объясняете, что это связано с знамением. Вы можете, кто-то из игроков может кинуть на историю знамение, и вы можете ему зачитать, что это за знамение, и какая история скрыта за этим. Окей, знамение у нас есть, да, две штуки. Вот, например, я открываю карточку, у меня это вот сейчас вот в данный момент это было лунное знамение. То есть это нехорошее знамение. Но у шамана на пятом уровне откроется такой скилл, так называемый глаз знамений, или видящий глаз. Не знаю, как мы еще его не перевели, потому что он у меня омэнай. И шаман поможет попробовать поменять это знамение. То есть шаман, весь класс, он будет базироваться на том, что постепенно, как он дальше и дальше, его силы растут, что он сможет менять структуру реальности, менять то, что является базой, базой вселенной. И то есть знамение — это предвещание того, что случится. И он попробует это как-то чуть-чуть поменять, чуть-чуть потолкнуть. И вот, например, если у него, он совершит этот бросок знамения, и у него все получилось, тогда вместо того, что койот появится, вы увидите пустынного гепарда, который будет смотреть на вас, пока вы проходите сквозь пустошь, и убежит куда-то на юг. Что это даст нашим героям? Вместо того, чтобы иметь какие-то минусы, герои в этот раз будут иметь до следующего знамения, они будут иметь так называемый фит, внимательный, до следующего знамения. И тоже маленькая история о том, почему же пустынный гепард имеет такое влияние, или какая история скрыта в этом всем. То есть вот такие вот вещи происходят вместе со знамениями. Но смотрите, ребят, мы сейчас будем в нашей компании тестировать следующее, чтобы мы пробовали это использовать раз в сессии, только один раз. Ну, я буду абсолютно... Я больше чем уверен, что мы хотим сделать, чтобы у каждой локации в мире оно было какая-то стопочка знамений, которая связанная с локациями. Чтобы в джунглях не происходили, понятно же, какие-то, ну типа, или в джунглях, в джунглях, в джунглях местности не происходили такие же вещи, как в пустыне. Или когда вы спускались в какие-то особенные местности, например, была задуманная такая штука. На это... На это не знамение. Дрон Сити, если можешь, повтори, потому что у меня обновился чат, и я отвечу тебе на вопрос. К чему я? А, да, если вы спускаетесь, например, в какие-то местности, будет прямо написано там в описании приключения, что тут стоит бросать на знамение. Там таблица такая-то. И это будет давать какой-то плюс общую атмосферу сразу в игре, что я считаю очень важно. Недружественный или любой другой шаман может повлиять на знамение, или для каждой партии свое знамение. Хороший вопрос. То есть как могут влиять NPC или как вражеские шаманы могут влиять на это все. Или те, которые имеют какую-то силу с этим связанную. Конечно же, можно контестить. Или, то есть, так называемое, пробовать как-то противостоять одному или второму. Вот моль напала на меня. Умри, моль, умри. Можно противостоять одному шаману или другому. В этом это будет тоже маленькая табличка. Я думаю, что там будет очень просто. Это будут контесты, да, или кидаешь, да, 2D20, и зависимо от твоего мастерства тот выигрывает, который это увидел. Получится это или нет? Увидим. Будем тестировать сейчас. Выпилим это куда-то в интернет. Люди там расскажут разные умные вещи о том, что почему это плохо или почему это хорошо. Система знамений. Так что это будет уже 22-го числа. Мы будем это как-то мы будем мы будем это тестировать. Ты самостоянно продумал систему знамений или кто-то помогал? Система знамений я придумал, но сам факт знамений мы как-то с Сашей, по-моему, в прошлом году сидели у него дома, когда что-то там думали. Мы вместе с Сашей продумали о том, что знамения могут быть классной штучкой тут. Окей. Так, ладно. Будем попробовать. Виталик, не случится ли так, что класс окажется лютой имбой? Плейтестил ли уже его? Или мы увидим первую редакцию в компании? Будут ли патчи по балансу по ходу компании? Конечно, будут. Миллион будет патчев, миллион будет реверсов, вайпов и разной фигни. Конечно же. Ну, то есть мы исходя из какого-то минимального геймдизайнерского опыта это собрали. Сейчас Даша потестит вживую, мы поймем, что в таком стиле ДНД, который мы играем, оно идет ли в нашем эфирном формате? И, конечно же, на неделях НО тестов разных на сервере, на нашем дискорде будет выдано всем, все могут написать, захламить или сказать, что это очень-очень имбовое. Амоль это хорошее знамение или дурное? Я сейчас попробую кинуть на глаз знамений и попробую подредактировать, потому что я подозреваю, что он жрал наш ковер. Так. Кроме шамана кто-то сможет на знамение влиять? Пока что мы не думали о том, чтобы кто-то другой мог бы и прям впрямую влиять, как шаман был один из таких как-то один из классов, которые специально были сделаны, но я думал о том, что у нас будет, я думаю, не думаю, я больше чем уверен, что у клирика будет потом такой субклассный так называемый пророк, у паладинов может будет, у монахов, которые будут какие-то вот субклассы, которые будут связаны со знамениями. Так. Окей, лазгном, выходит, что если пати нагрубила сильную NPC шаману, тот насылает на них дебаф, и шаман из пати либо меняет, либо они ходят с ним, так как несколько их одновременно быть не может. Не понял вопрос. вопрос. Ну, да, если ты обижаешь NPC, они обычно плохие вещи делают. Так. Так. Да, я, видимо, спойлернул. Бывает. Ну, видите, вот хотя бы из-за чего-то уже можно было прийти. Да, да, я все секреты уже расскажу. Сейчас я начну. А, Денис будет, короче, а, Саша... Окей, ну, Абакускот. Я думаю, что знамение появится прям или в первую игровую неделю, или во вторую. Так что, такие вот. Какой лампочке зрения хреновое. Так, ладно. Это, наверное, было знамение, были мои последние, какое мы хотели поговорить. Еще поговорю чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. А пока вы пишете вопросы, я поговорю еще о наших каких-то базовых правилах, ну, то есть, о наших хомрулах, которые не являются никакими-то там супер изменениями в игровой системе, но мы им пользуемся. Первым же делом, мы пользуемся так называемым ритуалом воскрешения, что не является новизной. Это означает, что не можно, нельзя просто воскресить какого-то персонажа, что с каждым раз, когда он воскрешается, его уровень того, что ему, его тяжело воскресить, все увеличивается, это первое, что мы делали. Потом то, что после, если была драка, и у вас было спас-броски два, например, спас-броска смерти зачеркнуто, и вы начинаете опять бой, и не сделали длинный отдых, у вас два спас-броска смерти до сих пор еще там, то есть раны как таковы не уходят, хотя бы до такого минимального, то есть между боев нужно делать отдых, или не умирать вообще. Я думаю, что это все, это такое, у нас, по-моему, никаких других правил не было, которые мы пользовались. Я вижу, Тифион спрашивает, система знамений приносит серу из рум-квеста, выглядит интересно. Интересно то, что система знамений была до того уже придумана, как мы играли в рум-квест, и в рум-квест мы начали играть, потому что когда я его прочитал, я такой, о, прикольно, это какой-то имеет похожий вайбе, я тут могу чуть-чуть вот так вот углубиться, кто не видел, посмотрите наши стримы по рум-квесту. Карта, дайте карту, да, карту мы обязательно сделаем, я уже написал человеку, художнику, картографу, который это сделает, я стою в очереди до следующего, до мая, в мае начнут работать они. Так, а будут ли Эноа хоррорные знамения? Это как, это Фредди будет стоять, как-то там скрипать? Я думаю, что больше всего вдохновений будет каких-то народных как-то причудей, наверное, в Эноа, ну, не из таких глупых, что там, не знаю, не кидай соль, или там, не знаю, не пройди под лестницей, а что-то более такое глубокое, которое имеет какое-то основание. Вот, да, это спойлер, анонс, видишь, это просто я анонснул, да. Хороший вопрос, знамения связаны ли с астрологией, звездами там и так далее? Я думаю, что абсолютно с астрономией точно будут они связаны, очень сильно причем. У меня было, есть несколько знамений о том, что, например, как Солнце всходит. Есть даже несколько рисунков набросков для карточек о том, что когда Солнце сходит, и знаете, есть ли красный контур Солнца, синий контур Солнца, как Солнце закрыло Луну, как звезды стоят. Конечно, это все связано со знамениями. У шаманов есть вера в моральные якори? Интересно, я думаю, что у шаманов есть понимание того, как мир структурированный, и у каждого шамана, наверное, должно быть свой какой-то моральный якорь. Хочет ли он что-то изменить, хочет ли он понять глубину, хочет ли он догадаться до того, что является, не знаю, правдой Селенной, хочет ли он объяснить, что новые или старые верования, которые связаны с богами, вовсе не истинные? Я думаю, что это будет как-то варьироваться с каждым шаманом, как и, в принципе, с паладином, и со всем, кем только нельзя играть. Ну, то есть это, я думаю, что класс не должен сдавать, ну, по крайней мере, в моем видении, класс никогда не сдает моральные якори для игроков. Так. Абузкот? Yes. На твой вопрос по картам. Так. Да, шаманы могут подрабатывать написанием гороскопов, могут гадать на ручках, могут гадать на костях, могут еще, кроме того, делать что угодно, что связано с шарлатанством, магией, мистицизмом, спиритуализмом, и всеми такими вот вещами. Так что, да, вот такой вот у нас маленький, маленький класс, который, надеюсь, будет интересен для людей, которые будут потом ими играть. Будут ли в ОНО хоррорные моменты? Ну, хоррорные моменты, если это что-то страшное, тогда абсолютно, я думаю, что у нас и тогда было. Гадать на костях врагов, что может быть лучше? Ничего, ники Skywolf, потому что у нас даже есть такое знамение, если ты потерял свои кости, кости для гадания, это принесет плохую, плохую весть. И на кофейной гуще они смогут гадать, почему нет, и в инжирном варенье, и в чем только нельзя. Почему бы нет? Так, окей, процесс подготовки. Окей, а что по поводу механического, по поводу механики динамического базара? Кул, кул вопрос, Джозеф Сталин, привет, привет, старина. Ты, видимо, был на каких-то у нас по ноу-лору, может, мы говорили, да? Механический, динамический базар, он был сделан для того, для нашего стартера, это специально для начального приключения. он у меня уже готовый, динамический базар, это, собственно, что базар постоянно менялся, на базаре можно было постоянно какое-то приключение словить, увидеть новых людей, ярких NPC и все такое. Это, собственно, сами есть динамический базар, но он будет уже в самом стартере. Да, я вижу, да, да, на чирке поприкаш и кофейная гуща и на том кофе, который нам нужно. Окей, ребята, я думаю, что потихонечку я буду заканчивать. О процессе подготовления или о нулевой сессии, пока вы пишите вопросы, я на них еще отвечу, я думаю, что у нас будет после первой игровой сессии во вторник, в которой вы все должны быть, дядя, Вася, тетя, ваш сосед, все должны подключиться, все должны быть тут, потому что это будет феноменально круто и классно и вам всем понравится и первую серию никогда не надо пропускать. Мы проведем, я думаю, что еще одну такую штуку, что мы обговорим процесс вдохновления, создания героев и может, если у нас получится и будет интерес для вас особенно, будем делать какую-то рубрику для того, чтобы обговаривать сессии, какие были, может, как-то, почему были такие поступки у героев, что они видят, как они видят дальше игры и все такое. Я думаю, это будет очень-очень интересно для людей, которые задают разные вопросы, на которые, может, они бы узнали, если бы сами герои бы, ну, или лица игроков были открыты ответы. так. Так, я смотрю вопросы, я вижу, тут уже мне говорят всем спасибо, короче, иди отсюда, Виталя. Последнюю серию любого сериала надо смотреть обязательно. Первую и последнюю серию. Ну, как минимум, первую и последнюю. Точно на первой и на последней это будет жестко. Мы бы хотели бы, конечно, больше гостевого состава, но мы, как я уже много раз говорил, у нас город Ужгорода, город Ужгорода, короче, город Ужгород, нету такого большого возможности, людей, которые хотели бы, подходили бы, ну, я думаю, что мы что-то придумаем. Может, какие-то ребят, которые вы в лицо знаете с интернетом. Так, 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 в субботу ГР будут, да, фингос будет, будут, будут горячие ролевые, и, кроме того, где-то ВКонтакте и, по-моему, может, даже в Инстаграме выставим опросник для того, что будет на горячих ролевых. Если еще есть какие-то вопросы по сеттингу, по ОНО, я отвечу, а если нет, я буду заканчивать. Вот это вот тишина. Я вижу, тут уже все рекламируют то, что нужно приходить во вторник, так что я, наверное, на этом всем закончу. Ребята, играйте в настольные ролевые игры, приходите к нам на стримы, смотрите наши видосы на ютубе, и, ребят, не забывайте подписываться, если у вас есть возможность, приходите к нам на дискорд и обязательно фоллоути нас на наших соцсетях. Любим вас, без вашей поддержки этого никогда не было. Всем пока, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok